Между тем, из КБСП выписаны трое пострадавших при взрыве газового баллона на свадьбе во Владикавказе. В больнице остаются 16 раненых. Сегодня их навестил архиепископ Владикавказский Махачкалинский Зосима. Состояние 30 пострадавших, находящихся в московских и петербургских клиниках, не изменилось и в основном оценивается как стабильно тяжелое. В клинической больнице скорой помощи сегодня побывала и Илона Мирденова. Мы молимся. Была в церкви служба специальная, воскресенье обслужено, чтобы Господь благословил тех, кто вас лечит, и вас через их руки Бог послал вам скорейшее утешение и исцеление. Также я привез немного мира от мощей святей чудотворца Николая. Гостинцы, молитвенники, чудотворное масло и добрые слова. Архиепископ Владикавказский Махачкалинский Зосима не обошел вниманием никого из пострадавших. Людмила Вазагова визит владыки в больницу восприняла как подарок судьбы. Она сама бы давно пошла в церковь помолиться за родных и близких, да здоровья пока не позволяет. Врачи обещают, скоро поправитесь, но Людмила переживает не о себе, а о новобрачных. Им очень трудно сейчас, но я бы хотела передать, чтобы они держались, и мы как поправимся, мы обязательно встретимся еще. Обязательно посидим, поговорим, придем в гости, лишь бы у них все хорошо было. Им очень трудно сейчас, поэтому держитесь, Батрас, Вадим, Фатима. В одной палате с Людмилой ее заловка Таира Тадеева. Обе женщины идут на поправку и благодарны за это врачам и родным. И те, и другие не оставляют их без внимания ни на минуту. Руслан Вазагов через день дежурит то в палате, то у Батраза и Фатимы. Самое трудное, наверное, где это случилось, жениху и невесте, а не он, в таком состоянии, что, не знаю, он сейчас психолог, психолог ходил к ним, уже, наверное, дня три ходит к ним. Для них это, конечно, для всех горе, но для них это сто раз больше горе. В каждой семье горе они себе взяли. Лидия Малиева с нетерпением ждала приезда владыки, попросить благословения и совета. У нее до сих пор перед глазами страшная картина. Двор дома после взрыва. Я спиной стояла, и взрыв. Сначала я не поняла, что это такое, но потом, когда жар сверху пошел, поняла, что там баллон взорвался. Ну, сразу в комнату забежали. А потом обратно во двор. И такая картина. Объединиться, верить и надеяться – только так, по словам владыки, можно победить любую беду и стать сильнее. Святейший патриарх Кирилл передал, что вся наша церковь молится о скорейшем выздоровлении и помощи Божией всем, кто пострадал, и всем близким, кто переживает это нелегкое испытание, которое выпало на долю этих людей. Я думаю, что всякая беда, всякая трагедия, как и всякое зло, оно не может быть изучаемо, разбираемо, оно недостойно этого, и оно иссушается только любовью, только любовью, милосердием. Владыка благословил сотрудников больницы дарить здоровье и нести надежду. Врачи признались – все, чего им не хватает сегодня – немного чуда, остальное есть. С первого дня по сегодняшний день и пока будут эти больные у нас находиться, никто ничего не покупает, все мы обеспечиваем, и перевязки, и медикаменты, так что для них у нас все есть. В КБСП сегодня находится на лечении 16 человек, еще 30 в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Трое остаются в крайне тяжелом состоянии. Врачи обещают сделать все, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Аслан Бугазов, Илона Мирденова, Алан Хадарцев, Вести Алани.